Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Послание Святого Хостола Павла Киреем, 12 глава, 2 стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению и воссел одесную престола Божия. О чем речь? О Христе. Я сегодня буду говорить вам из Священного Писания, подтверждая это изречением Кирилла Иерусалимского. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне, говорит он. Сегодня верят тому, что не написано. На кафельстах, на чем угодно. На преданиях, мистификации, легенды. Это относится к сегодняшнему празднику. Он не праздник. Сразу, как не праздник? Ну, на 10-й. Это внесли потом монахи. Праздник – это всегда облегчение для плоти. Даже когда идет Успенский пост, он по строгости как великий. Ну, с 14 до 28 августа, а с 19 августа преображение. Рыба – в любой день. Рыба – выходной день. Здесь наоборот. Пост. Скорбь. Это легко понять. Во-первых, воскресенье, каноны запрещают земные поклоны делать. Здесь земные поклоны. Здесь все пошло поперек. Я сейчас расскажу, кто это сделал. Не спешите уходить. Потому что пророк Исаия, 8 глава, 23 стих, может, не пометил даже, говорит о том, что если мы не говорим по Слову Божьей, то нет там света. Нам нравится в отьме сидеть, в глубоком колодце. Нет света. Господь говорит Ясим, путь истины и свет жизни. Я буду говорить о поклонении. И одновременно мы признаем этот праздник. Я его признаю как православный, зная, что вопреки Писанию. Но это не тот момент, когда я вопреки и погибель. Там, говорится, как праздновать надо. Его создали позже. Никак не связанное с крестовозвижением. Это сегодня абсолютно всюду печатают. Господь позволил открыть. Я говорю уже на эту тему, восьмую проповедь. И, наконец, сдвинулось с места. И патриархейные все заговорили вдруг. Крест – это страдание. Крест – это не дерево только. Тем более, такого креста, как у нас восьмиконечном вообще не было. Внизу подставка. Вот еще делать шире креста не было. Это и вверху надпись одна только была. Надпись. Больше ничего не было. И когда римляне казнили, то это буква Т была. Сверху прибитый, еще или там привязанный, закрепленный какой-то стоп, на котором руки раскинуты были. Голова даже не доставала. Тау. В переводе на наш язык – бык. То есть мы теперь берем отсюда. Жертва все-таки была. Телец упитанный, как прище бежавшим сыне блудным. Заколотый телец – это Христос. Мы сейчас посмотрим, почему мы поклоняемся. Поклоняемся мы кресту или Христу. К слову сказать, поклоняться кресту ни один святой отец не говорили. По крайней мере, до пятого века. Я насчитывал святых отцов. Впервые в мировой практике все 12 томов, 12 тысяч страниц озвучил. И ни разу не говорится о поклонении кресту. Крест – это страдание. Крест – это плод. Ян Затаус говорит, дьявол взял трезубец и погубил бесрод человеческий. Трезубец – дьяволь, древо и смерть. Я повторяю неоднократно это. Нетрудно запомнить. Дева – Ева. Она была девой в раю. Древо – познание добра и зла и смерть Адама. В Адаме все умирают. Это Римлянам 6, 23. Во Христе всех живут. Иисус вырвал этот трезубец и ударил дьявола в голову. Дева – древо и смерть. Дева – преболгословенная Дева Мария. Древо – Христа и смерть Христа. Вот на этом надо и остановиться. Я немного мест взял. Просто невозможно взять, сколь много этих мест, подтверждает то, что я буду говорить. Я попросил помогать в этом деле брата, так что он в храме не имеет права говорить, но считает Слово Божие, это разрешено. Чтобы его не осудили за то, что он держит Библию и считает. По-другому никак нельзя. И женщина это может делать. Исход 30 глава 28-29 стих. Я сразу добавлю, что Ветхозаветие, все, что было, было образом тенью будущих благ. Вот тень. Смотрите, вот тень от руки, она какая большая. Еще ближе, 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 уже размер руки наконец соединилась. Чем ближе время подходило к явлению Иисуса Христа, тем четче были пророчества. За сколько продадут его было? 30 серебряников. Некоторые не знают даже, что это такое. Это цена раба с деревянными, говорится, башмаками. Подошва одна. Инфляция, кризисы, цены меняются. Цена стоит на одном месте почти 450 лет. Как только за Христа заплатили 30, сразу цены изменились. А если бы 29 заплатили, это не Христос, а мальчик. А 31 серебряный, не Христос, а мальчик. Абсолютно точно. До одной молекулы должно все сойтись. А иные приходят не дверью. Дверью это писание, Златоуст говорит. Если где-то не по писанию что-то, не пройдет. А если бы привели коня к Христу, не поехал бы. Он не сел бы. А написано, на сыне подъявленной, на ослице, пророчество сказанное. Он не воинственный был. На ослах не воюет никто. О Христе около 300 пророчеств, которые полностью исполнились. И вот здесь мы в Ветхом Завете видим, что жертву приносили. Кто научил принести эту жертву? Каин, Абель, больше никого нету. Два человека, Богу желают угодить. Один приносит, Аклосом заколает, он тружили сельского хозяйства, по животноводству был. А другой фермер там какой-то. И он принес, что неизвестно, но плоды. И Бог его не принял, Каина, а его принял. И за эту жертву он сам стал жертвой. Тот первый ягненок, считается, что были овцы только еще, он напоминает о Христе. Иван Гриотиан 1,29 говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это Ян Креститель. Это картина явления Христа народу. Однокомната в Третьяковской галереи посвящена этой картине. Написано с такой тщательностью, что он 20 лет подбирал образы. Итак, Исход 30 глава, 28-29 стих. И жертвенник все сожжения и все принадлежности его и умывальники подножия его и освети их, и будет святыня великая. Все прикасающиеся к ним осветиться. Жертвенник – это камни. 12 камней напоминая 12 колен Афиндраев. И на них дрова ложились, а потом ягненок. И это знали все. Бог дал повеление Аврааму неслыханное, неповторимое никогда. Но на этом враг будет играть. Ты меня любишь? Да, Господи. Я тебя из изыщников избрал. Племя это ничем не отличалось от других. От иверы пойдет евреи. Название. От Авраама, 12 глава бытия. Первый еврей. По подлинной программе, какую Бог давал ему. И он расслышал голос Божий. И он сделал подвиг. Покинул родственников. Не по пути. Ваши идолы – это не Боги. И эта земля не мне дана. Божья она. Когда наступит в момент, он отдаст. И он один пошел. Но Бог сказал, испытаю я тебя. Принеси жертву. Жертву сына твоего. Единственного. Единородного. Которого так долго ждал. Который родился по обетованию в 100-летнем возрасте. Когда усар обыкновенной женской прекратилась. Как Златоуст говорит, ты сухого рва достал его. И вдруг возьми нож, наточи его, зарежь и сожги. Это мы привыкли смягчать. Ну, Златоуст говорит, он не сказал, конечно, жене. Она завопила. Он с ума сошел. Она бы никогда не отдала сына своего. Он идет. А сын уже знал, видел все. Его не прятали-ка сейчас. Ребенок не смотри, как корову ходят или что-то. Дети все видели это. И он говорит, отец, а где жертва? Он говорит, Бог усмотрит. Это нельзя представить, Златоуст говорит. Как его язык повернулся сказать? Что у него внутри было? И рисует, когда иконы, картины, он стоит над сыном, лежащим, связанным, занесенный нож. Только опустить. Одна секунда. И в это время ангел говорит, не надо. Это просто испытание. И какой-то там овен, который всегда бегал, вдруг запутался рогами, возьми его, принеси в жертву. Жертвенник, освященный кровью Ягненка. Это уже Аскинии. Его освящали 7 дней. И эта жертва освятила его. Христа не было. И всякий, кто прикоснется к нему, освятится. Ветхозаветний Ягненок указал на Христа. А Христа положили на крест. Это жертвенник Христу. Как он может не освятиться, когда пропитан кровью Агнца Божественного? Вот почему мы ему поклоняемся. И нас благословляет этим крестом. Прямого указания нет. Но только речь идет не о кресте, а о жертве Христа. О чем просчитали? Взирайте на начальника совершителя веры. Где? На кресте. А люди сцепляют крестик. Написано, неси крест свой, дальше большие кресты делают. Их не поднимешь. Ну, там, подкладку, чтобы не давило. И всю жизнь с крестом ходят. Ирина Христовский придумал крест железный сделать. Люди стали приходить. Подвижник. Он сделал тогда цепочку себе. Наконец, толще стали. Стали дарить. Я посчитал, это примерно, у него там было, может быть, семь центнеров. Цепи. Не поднять, у него рядом. Он на них спал. И люди приносили больных и на эту кучу железа заложили. Это наша история России. Я называю Ирина Христовский. Вера была слабая. Наступил момент, когда архиереи перестали верить в воскресение из мертвых. Да как же он проповедовал? Чьи воскресение мертвых? Ну какое воскресение? Мы по городу ходим, раздаем Евангелие. Люди берут. Ты веришь, что Христос воскрес? Да. Мы на Пасху говорим, Христос воскрес. А веришь, что ты воскрешишь? Я. Мещугородицы. Сразу отторжение идет. Все мы воскресли. Во Христе духовно надо воскреснуть. А при трудной трубе все до того воскреснут. Бытие 22,8. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения сына Мой и шли далее оба вместе. Это нам Господь говорит. Заметьте, сегодня 2 миллиарда почти людей, которые не верят во Христа, но признают его как пророком. Я разобрал это несколько лет, работал над их книгой, и понял, это разные персонажи. Их Иса, мусульманский, и наш Иисус Христос, совершенно разные персонажи. Я нашел в их книге, где говорится об этом, что между ними разница 1600 лет. И никто как будто этого не видел. Это тщательное исследование. Господь просто открыл глаза и показал. Итак, мы приступаем не просто к дереву, а на котором плод. Дерево с плодом. Там дерево познания добра и зла имело плод? Да. Смертельный для всех? Да. У нас животворящий. И плод этот Иисус Христос. Показывает. А у меня крестик. А кто на нем изображен? Не знаю. Я приехал к батюшке в Тобольск. И в это время крещение священник. Ну какое крещение-то? Покрапись. Я подошел, пока он ходил за миром, я говорю, а почему вы креститесь? Меня в армию призывают. Говорят, там дедовщину, чтобы это не убили. А ты зачем? Ну а мы товарищи, я заодно с ним. А кто такой Христос? А один только ответил, говорит, инопланетянин какой-то, наверное. Понимаете, священник вышел, я ему говорю, они не верующие. Как не верующие? Я ему рассказал, он отступил, зашел в Алтай, говорит, теперь на меня, говорит, архиерея, и скажут, что же будет мне? Деньги главное взять. Это Дмитрий Смирнов говорит. Хотя люди не понимают, я 20 лет крестил, никого нет. В кого превращаются крещенные девочки? В кого превращаются тех, которые крестят? Никого, говорит, нету. По крайней мере, хоть деньги взять. И выставили ролик, называется, самый наглый поп. Хотя деньги взять. Мы говорим не о сребролюбии, которая закрывает ход Царства Небесного, а о Христе. Езекииле, 41.17. Теперь я хочу показать, почему в Писании не было сказано о поклонении Кресту. Как мы на это выходим? Это очень важный урок для нас Бог дает, не я. 41.17. Езекииле, пророк. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Резные изображения. Слово изображения «экон» по-игречески. Были иконы. Христос пришел во второй храм. Первый Соломонов был разрушен. 25 глава об этом говорит. Второй параллель поминал. А во второй храм Зармавеля. И не кажется ли он слишком ничто по сравнению с первым? Какой был первый? Когда они из плена вернулись, построили. Но слава его будет больше первого. Потому что в него войдет Христос. Из него он изгонял торгашей. Я вам напомню разницу между всеми храмами, где батюшка ездит. Он опять поехал. И он возвращается, руками разводит. И где ничего нет? Да зачем же ты ездил-то? Деньги тратил. Лучше бы мне отдал их. Зачем? Везде торговля. Христос и гнал торговлю. Ну, это пример. Он никого не бил. А здесь сплел бич и опрокидывал. Под сегодняшним это сошли бы за экстремизм, за хулиганство. И минувщикам деньги кассу разбил, выходит. Голубей показывает, как вылетели оттуда. Животных открыл. Все эти, они на улице были, там, в пределах, как стены. Это Господь нам показал. У нас нет торговли, с тарелкой не ходят. Почему? Святая Десятина все покрывает. А кому я скажу, Десятину никто не платит. Наши вот уехали, родственники, она приходит, отец Георгий говорит, а машина такое, Десятина, нет, не надо. Десятину берешь, торговать-то нельзя. А Десятина-то твоя пенсионная, это какая она? А машина освещает, один-полтора процента от стоимости машины. А он еще там, пять минут, ты понимаешь, что это такое? А сегодня, сказал патриарх, Алексей Второй, я неоднократно писал, а вдруг говорят, не брать за требы на священники. В этот же день сказали, а это добровольная жертва. Три тысячи. Добровольное пожертвование пять тысяч. За брак, все. Добровольное пожертвование, это кто сколько хочет. Или нисколько. А в церкви прямо мгновенно перешли на еще более худший обман. И вот эти иконы, которые были, икон, они показывали херувимов. Но нигде не написано, что поклонялись херувимам, мы-то полезли дальше. Херувимы остались те же, какие и были. И никто не целовал эти изображения. Мы с сектантом легко докажем, что иконы не идолы. Но дальше мы не можем доказывать. Потому что ничего больше нет. А Бог будет следить нас потому, что написано. Вот заметьте, у нас начинается семь минут. Зачем? Мы когда устанавливали это, и архиереи не против, благодарение за неделю, молча. Ото все отойдем. И одну минуту, другую, третью, семь минут. Что было, Господи? Какие милости? То есть попытка поднять нас на вторую ступень. Просьба вся неделя. А теперь все встанем. Я говорю, все. Не упадешь, Бог поможет. Я увидел даже такое, что встал и как-то постоял, выглядит семь минут, разворачивается, подходит, садится. Вы теряете очень многое. Это общая молитва, благодарение. Вторая ступень молитвы. До третьей нам еще труднее дойти. И там слабословие. Ни просьбы, ни благодарности нет. И когда мы об этом говорим, и о кресте, должны помнить. Я избрал самый золотой путь. Знать истину и покориться церкви. Я признаю это все. Это не праздник. Повторяю. Земные поклоны не делают. Все мне сейчас пишут отовсюду. А что делать? Поститься или не поститься? Церковь установила поститься. А воскресный день канон нельзя поститься. Ну явно противоречие. Что делать? Я отвечаю. Поститься. Но ты съешь хотя бы ну что-то там сухарь какой-то и пост нарушен как будто. А на самом деле ты постишься. Мы не нарушили? Нет, не нарушили. И разрешается сегодня растительное масло. Сколько ты можешь? Больше ничего. Выдержи это. Но поста уже у нас получается подлинного по опросовскому 69 правилу нет. Это когда даже семечки одну нельзя съесть. Пост. Ни одной капли воды. Как перед причастием. Одна больная проглотила там или еще таблетку сказала. Она полумертвая и все равно священник не стал причащать. Я говорю как идти золотым путем? Не нарушая Библию и не нарушая того, что церковь дала мне как православную. Третья книга царствия и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение сказав вот знамение того что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется и пепел который на нем рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия произнесенное к жертвеннику в Эфиле то простер Еру вам руку свою от жертвенника говорят возьмите его и одеревела рука его которую он простер на него и не мог он поворотить ее к себе. Говорят мы молитву считаем к кресту твоему и дальше крест прямо как к кресту обращается как можно к неживому обращаться Библия говорит можно так что мы не нарушили ничего здесь это жертвенник божественный пропитанный кровью Бога человека жертвеннику и жертвенник слышит его и распался это нам урок как мы должны обладая живым разумом слушать Бога его голос жертвенник просто там нехорошие жертвы были рассыпались руку протянул арестовать его и рука одеревенела к себе не повернул одеревенела поэтому те кто воюет против креста что мы сегодня преклоняемся мы не дерево кланяемся мы кланяемся плоду плод как там плод который выкинул Израиль так этот плод возвращает взирательный начальник совершительной веры который претерпел страдания вместо предлежащей ему радости 1 коринф 11 29 мы должны все время думать что было с Христом там хотя и говорится воскресеньем спасаемся потому что страдания и воскресенье это один акт но мы спасаемся кровью Христа а люди а люди этого не знают не знают просто и все вчера один прямо как из первого века выскочил мне а вы причащаетесь я о другом говорю на пять а вы заколаете акуса я его пытаюсь отвести от разговора а вы пьете его кровь от обвинения противопередных христиан но мы сами это говорим священник там копье имеет вырезает опускает и причащается сесть кровь твоя когда Ян Кронштадтский говорил звучал звенела она буквально чаша в руках его кровь Христа настоящая хотя глазами мы видим вино и что мы берем в рот это тело прямо отрезанное от Христа реально и в этом первых христиан обвиняли и казнили ну видимо насчитался я вижу кощунек просто ушел первое Коринфиев 11.29 ибо кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле Господнем я говорю о сегодняшнем теле Господнем рассуждать не о чаши не о теле которое в чаши а которое на колгофе он так же страдал вы помните семь слов Христос сказал на крест семь семь всего семь и говорит отец мой для чего ты оставил меня это тайна по-человечески Христос не должен был это говорить троица нераздельная не слиянная но он богочеловек по человечеству оставил как земля вся не исчезла отец оставил сына с которым никогда не расставался в бесконечные веки и вот как сегодняшний праздник возник в 313 году от Рождества Христова император Константин воевал он много и последняя его битва была просто собственного зятя Ликиния который там определенной области отхватил как вот от Украины там отошли и бежал и утонул в Тибре в 313 в 313 году Константин стал единовластным правителем надзападной восточной части империи в 325 через 12 лет совершится первый Вселенский собор там Никол еще дотворец будет мученики освобожденные и никто ничего не знает о кресте вообще о нем речи даже нет в 326 году уже престарелая мать Константина Елена решается сделать археологические раскопки прийти на Голгофу и найти этот крест 300 то есть 300 лет фактически нет мы вот строили первый дом где 10 лет прошло закопанный в землю и в труху превратилось а там дожди идут жаркая страна и через 300 лет они что-то найдут это Голгофу и на одном кресте одного никто не распинал там день и ночь висели убирали никто не говорил что взять его трупами было усеяно все черепами Голгоф это череп и там найти крест через 300 лет когда крестов было много под слоем земли вот сами подумайте и она его обрела крестовозвижный нет никакого крестовозвижного неба она какой-то там обрубок нашла святыни великой как пояс Богородицы что делают сейчас кресты и мощевики вставляют и от креста с мощами креста речь идет о миллионах если они нашли какой крест мало того отдельные столешности делать из того креста и про это из того креста церкви до сегодня это состаг надо делать какой-то сколько за это время было во имя того креста который нашли а теперь ну как раскопали то несколько остальные видимо сгнили давайте предположим что так и было теперь что теперь надо узнать из трех какой повторяю три столетия никто не искал и не думали а для чего тогда сделано вера исчезла и нужно какой-то толщок чтобы поверили и отроки уснули воскресенья не было было оно не верят архиереи и вдруг трое молодых военных людей заснули в пещере ровно 130 лет спали вот будут заснуть через 130 лет они являются всеми монетами в кармане которые были тогда и всем показали кто они такие так и здесь нужен какой-то образ показать события крест а если показать люди поверуют веры то не было веру христианскую объявили государственной религией ну вы кто старые это люди вы помните как было если коммунист ему должен должности не дадут никакой не коммунист это бесполезно и так тогда было и христианин на задворках и люди хлынули туда а тут рождается монашество Антони Макари чего рады не побежали в пустыню когда везде говорится идите в народ идите в пустыню ни разу нигде никто не говорил они не знали как спасаться не знали но они как-то спасались от этого развращающего влияния этого мира они туда ушли и надо было как-то людей повернуть к святыне вот представьте Ильин день строгий день я говорю ссылаясь на сегодняшнего священника отца Андрея Кочурова переполнено на улице люди стоят отхлун на воскресенье он говорит никого нету да неужели день памяти Ильи дороже воскресенья Христова вот придет Христос оно отвинчивает голову я его слова дословно говорю это сегодняшнее состояние тогда было такое люди стали наполнять храм и дальше это что пояс Богородицы и говорят знаете у нас тут в Москве почти 3 миллиона посетили по 9-12 часов в очереди стояли это грехи привозят а где он пояс Богородицы был у вас раньше где 200-300 лет назад то есть новые кости чемоданами везут продают здесь чьи они никто не знает святыня должна быть святыня одна высшая наш Христос распятый и воскресший и так через 12 лет это произошло а далее еще через 9 лет на этом месте будет построен храм и этот храм стали освящать как всегда и в честь этого этот день сегодняшний Абутов Патриарх тогда 9 лет назад Макарик поднимал крест несли покойника положили два обрубка ничего нету а третий воскрес никаких подтверждающих данных нету через столетие все это покажется а было я христианин православный я в печи так пишет написано мне трудно в это поверить в Библии что написано вообще не знают а чего нету на каждом шагу прибавляют допустим так что дальше теперь это дерево взять и ему будут кланяться от него щипать что-то отпиливать нет конечно даже если так было но это речь идет об обновлении храма не о воздвижении день этот в честь чего установлен 27 сентября по новому стилю в честь освящения храма который был построен на том месте где найдены были вот эти кресты и мы это должны знать а для чего знать правда если правды нет полуправда бывает страшнее сплошной лжи вот откройка есть сверху первая глава четвертый стих как праздновали есть сверху показывая великое богатство царство своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней 180 дней 180 дней это полгода праздник продолжался полгода вот здорово мы на каждый год на каждую неделю один раз говорим воскресенье праздновать воскресенье воскресный день побеждает все остальное что люди придумали первое коринфянам 2.8 2.2 ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме Иисуса Христа и притом распятого Павел корифея мысли гениальнейший человек приходит и говорит я ничего не знаю только о Христе и о Христе на дум ничего не знать кроме Христа чего нам не хватает я знаю многие Библии даже не читают вообще на столе ее нет спрашивают где-то ищут глазами Салом 89 83.12 вот смотрите я хочу сказать у русских везде написано крещение это погружение по-немецки по-английски по-гречески откуда мы всю веру получили а у русских крещение предпочтение переводчики отдали страдания которые будут за тобой после крещения поношение родственники родные восстанут крещение по-церковному славянски по-русски нигде больше этого нет везде погружение и так единое погружение у кого есть родственники там на других языках спросите нигде больше нет тем более у нас в году сколько воскресенье воскрес а в других языках этого нет там день солнца прямо по-немецки день солнца санди сандой зонтах одинаково везде а почему переводчики наши решили перевести его с напоминанием о Христе а у них это не говорит и говорят ну а Христос это что разве солнце одно место в Библии я нашел 83-12 ибо Господь Бог есть солнце и щит Господь дает благодать и славу ходячих непорочности он не лишает благ мне пришлось беседовать тогда он еще был архиепископ Едион Докутин ему какой-то прилатый кардинал подарил книгу и там написано что это от языщика взяли у них день солнца был Юпитеру а люди взяли сюда я говорю есть а вот подарил ему книгу его я говорю есть ну Бог дал мне запомнить я говорю вот здесь написано он открыл и сразу же отступил назад и говорит да я и не верил что ты книгу мне дали а только говорил ну как бы похвалился такую книгу я говорю солнце ищит он освещает путь нам его так назвал Давид и Христос солнце ищит 1 Петра 2.24 он грехи наши сам вознес телом с их надрева дабы мы избавившись от грехов жили для правды ранами его вы исцелились ранами его мы исцелились не прикосновением ко кресту прикосновением мы только возбуждаем себе то что Бог сказал напоминаю из 12 томов золотого ни разу не призывает дерево кладиться мы всегда должны помнить плод который на нем был висящий Христос вот это мы кланяем если не изображен мы воображаем и поэтому крест у нас имеет свое значение поэтому вот у нас какие здесь есть такие сказать принятые меры или обычаи надписи священно писания я нигде больше в храмах не встречался спрашивал священников нет к нам приезжает архиерея не один три уже было и никто не возражает да и как возражать это прямое повеление я напоминаю 7 минут мы молимся и чтобы библия в русском переводе вся лежала на ной тоже нигде нет лежит Ивангель на церковном славянском у нас приезжает с архиереем митрополитом они читают по-русски с тарелкой не ходят торговли это то что у нас совершенно отличное батюшка нигде этого не нашел проехал а такое простое дело так кажется так не только это еще наисповеде батюшке надо спрашивать а благовествовал ли во плоти исповедовал ли Христа пришедшего во плоти не исповедуй отойди писание таких называет антихристы откуда 4 глава 1 послание Иоанна и 2 послание 1 глава 7 стих об этом говорят помните Бог будет судить нас по слову своему мне это Господь открыл буквально в первый день к слову сказать 27 сентября в интернете сейчас пишут это день рождения духовной Игнатия Лапкина в этот день я сошел на берег с корабля пойти в кино и Бог меня поймал на том что я любил я солушек любил несет сумки я подскочил и первый вопрос а где там улица у вас она указала это то самое насчет меня Господь остановил Евангелие покаяния 27 сентября 1962 года 17.00 Бог дал мне рождение свыше и крещение Духом Святым огненную веру я в этот же день все корабли узнали что я с тобой сошел я стал говорить о Христе это день для меня особый и поэтому хотя это праздником с натяжкой нельзя назвать это не праздник это скорбный день напоминание о Голгофской жертве и хорошо что его установили но он не может быть праздником повторяю еще раз когда читаем книги Сарс то по куску мяса и там еще давали на праздники у нас наоборот пост значит это не праздник а памятная дата откровение 12.11 еще несколько есть которые закрепят то что я говорил сейчас а таких мест более 500 они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти они победили и когда говорится кровью Агнца то даже говорится о битве которая была на небе первая война один из самых прекрасных херувимов решил завладеть властью вознесу престол на севере сяду как бог и бог не изверг его и победили тоже кровью Агнца когда еще и Адама не сотворен Адама не было какая кровь а у бога все в одном дне из так Галатам 26 И знаменитых чем-либо какими бы ни были они когда-либо для меня нет ничего особенного бог не взирает на лица человека и знаменитые не возложили на меня ничего более он говорил он говорил только о Христе нас именатамид вот я долго сказал теперь даже прямо претензии мне высказывают это недолго мы за столом больше сидим написано апостол Павел продлил слово и там эфисис с окна вывалился за полночь а почему это семя Божие и мое желание то чтобы мы были наполнены этим чудным светом ибо 12.48 Евангелие Татьяна говорит слово мое которое я говорю оно будет судить не только как тебя научили родители бабушки оно будет судить я говорю что мне это Бог положил 27 сентября в 62 году я понял мои знания они не нужны мне будут на суде Божьем поэтому связал все и бросил под пол мне нужен руководитель и я его нашел здесь еще одно место Римлянам 5.17 ибо если преступлением одного смерть царствовал посредством одного то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа все во Христе и апостол Павел говорит если Христа мы знали по плоти а то отныне не знаем этого Христа я просчитал первый раз подумал что неправильно написано или ошибка какая-то то есть мы знали Христа который жаждал сидел у колодца пить хотел если у вас что-то просил заснул устал мы этого Христа уже не знаем он воскресший и мы будем подобны ему там нету ни сна ни еды все будет по другому как будет мы не знаем я слышал тут у нас жил человек один и он сказал матери своей говорит мы что говорим о Царстве Небесном мама там все не так это святые так и говорили не видел глаз не слышала уха и на сердце никому не приходило что Бог приготовил и это все можно потерять в один момент как очень просто да я ничего особенного сделал никогда не говорите если есть Библия это очень важно один поворот головы стоил жизни лотовой а один поворот но самый правильный который был Бог говорит кратчайший мой избранник Моисей Бог сказал скажи скалей сей он ударил жезлом неужели я посчитал там пять слов и Бог сразу сказал и ты не войдешь в обедованную землю не войдешь еще 40 лет будете блуждать поэтому если это слово Божие подтверждается свои собственные амбиции обучения потворствования кому-то оставьте там нисхождение с нисхождением не будет ходатай а я Божией Матери помолю все кончилось за гробом нет покаяния Габриатан Златоуст поэтому преподая сегодня ко Кресту мы молим его на этом божественном жертвеннике помиловать нас вразумить достичь Царства Небесное Аминь